событий. 24 мая в театре на Литейном прошла премьера спектакля «Лавр» режиссера Бориса Павловича, который взялся за инсценировку знаменитого романа Евгения Водолазкина. Несложно догадаться, что роман называется «Лавр». Кстати говоря, лауреат премии «Большая книга». Как неисторический роман стал спектаклем и каким Олеся Пушкина нам сейчас об этом немного расскажет. Спектакль в театре на Литейном — первая инсценировка романа «Лавр» Евгения Водолазкина. Сложный текст писателя, принесший ему настоящую известность в 2012 году, рассказывает о средневековой Руси и одновременно действия происходят во всех временах — древнерусском, советском прошлом и российском настоящем. В центре сюжета — травник Арсений и его житие. Для режиссера Бориса Павловича в работе над спектаклем идея пересечения времен оказалась определяющей. У Евгения Германовича очень много таких столкновений времен и эпох. И очень часто герои, идя по средневековому кладбищу, наступают на пластиковые бутылки. И там есть такая фраза, и Геродиевый Фома говорит Арсению, «Идея к собору Иоанна Предтечи, где на будущей комсомольской площади...» И вот эта вот история про будущую комсомольскую площадь, которая уже присутствует каким-то образом вот там вот в Пскове 15 века, вот это вот столкновение, оно очень сильно меня взволновало. И некоторое время назад я был в Пскове, мне захотелось посмотреть, что же это за комсомольская площадь. И надо сказать, я был потрясен. Комсомольская площадь — это ужасные задворки проходной завода. Это именно какие-то унылые, полузаброшенные индустриальные непонятные здания, которые стоят вплотную к уже вросшему в землю вот такому вот собору, по-моему, 16 века. То есть вот это вот столкновение истории и вот этой вот какой-то бессмысленной, беспощадной провинциальной тоски, вот оно... Я попросил у художника Ольгу Павловича найти ей аналог. И Ольга перебрала множество вариантов. И в итоге самая тоскливая вещь на свете — это вот этот вот ячеистый наш бетонный забор. В спектакле «Лавр» важна не конкретная эпоха, а само понятие времени. Поэтому на сцене советский бетонный забор соседствует с резным окном, привезенным из экспедиции по Ленинградской области. Или вот такой настоящей прялкой, отданной театру музеями Ленинградской области. Рубель для стирки и глажения из Новой Ладоги. Туи с берестяной короб из выры. Прялки, сечка, горшки из катерти. Вся сцена заполнена экспонатами музейного агентства Ленинградской области. Художник спектакля Ольга Павлович. Оля Павлович поехала в деревню под Малую Вишеру, где мой однокурсник рассказал о том, что там есть что поискать, потому что у него там дом. И мы поехали, и он из каких-то своих семейных запасов что-то подарил. И, собственно говоря, мы на этом проверили, что взяв в руки вот эти вот настоящие вещи, мы поняли, что да, точно с этим надо иметь дело. И потом уже мы воспользовались тем, что театр областной, и поэтому у него есть контакты как раз с разными, как раз с краеведческими центрами, с музеями. Мы сказали, нам надо. И мы прямо там, вот Ольга Павлович, художник, она прямо вот там давала какие-то фотографии, чего хочется, это, это, а нет ли вот коромысла, а нет ли вот этого, а нет ли туесов. И вот все это собиралось. С 1991 года земля принадлежит садоводству «Белые ночи». Вместе с картофелем члены садоводства выкапывают множество гостей, снарядов, но жаловаться не торопятся. Они знают, что другой земли все равно никто не предоставит. Многослойная структура романа, его полифоничность отражена на сцене буквально. Главного героя в спектакле нет. Все исполнители в течение постановки становятся Арсением. Ну а кто же создаст и сможет сыграть такого человека, который стал святым? Так, прикоснуться, попробовать, побыть чуть-чуть, но так-то сыграть-то невозможно. В кино, наверное, с затылка, если снимать. Знаете, вот есть авторы, которые ужасно волнуются, что мало их слов вошло, этого не должно быть. Это совсем другая история. Это наведение лупы на какие-то детали, которые, знаете, когда вот бывает картина, при ней публикуются такие выноски, там крупным планом рука или нога, или глаз. Вот что-то в этом роде, мне кажется, проделывает кинематография и театр. Театр развивает, детализирует и увеличивает, если угодно, какие-то отдельные фрагменты. Поэтому я не вижу здесь никакого противоречия между прозой и драматургией. Замечательно пусть ставят, и я не сомневаюсь, что такой опытный и талантливый режиссер, как Борис Павлович, очень хорошо все это поставит, хотя я пока не видел. Взял язву валящего и развеял ее. Вот это тёрт. Следующий показ спектакля 7 июня. Запишите в свои ежедневники и смотрите рекламу на телеканале 78, после которой мы продолжим. Далее в программе. Специальный гость, филолог, писатель, директор музея Владимира Набокова Андрей Аствацатуров.